Добрый день, меня зовут Алексей Шевчук, я лид-разработчик в Одноклассниках уже 10 лет, и большую часть времени я занимаюсь поисковой системой Одноклассники, поэтому, наверное, коллеги предложили рассказать про эту тему. Я не буду вдаваться ни в какие жесткие подробности формулы, то есть это все, кого заинтересует, сам потом посмотрит. Я просто попробую рассказать об этой части баз данных, она, кстати, очень похожа на то, что вы делаете на NoSQL баз данных, там видите много общего, как мне кажется. Вот, начнем. Да, то есть и слайды, они так, что заголовок у нас на английском, чтобы у вас была связь, было легко найти потом англоязычные, скажем так, источники, остальное будет на русском. Окей, а какие, где, по вашему мнению, вы сталкиваетесь с поисковыми системами, ну, кроме веб-поиска, Google, Яндекс? Кстати, я не думал, что назовет кто-то, да, то есть, в принципе, если у вас включена индексация, у вас там есть мини-поисковая система. В проводнике, да. Ну, ладно, потом проснетесь. Есть отдельно поиск в социальных сетях, есть поиск в онлайн-библиотеках, во всяких интернет-магазинах. Ну, то есть, на самом деле, если что-то содержит много информации, скорее всего, там будет в том или ином виде поисковая система или что-то на ней основанное. Почему, как бы, так как, несмотря на то, что вы пишете новую сиквел базу данных, все равно очень много, где на бэкэнде информационной системы находится SQL. Как бы, в чем проблема сделать селект лайк и, в общем-то, вот тебе и поиск. Может быть, неоптимизировано. Да, одна из причин, то, что, в принципе, скилл баз данных, ну, особенно, там, еще лет пять даже назад, не были готовы к активному поиску, и, соответственно, такой вот запрос у вас сделает полный скан по таблице, скорее всего, через диск со всеми вытекающими, с нагрузкой и так далее. И еще одна проблема, он найдет только точные совпадения. Когда вы ищете лайк, ну, SQL-like, никакие исправления, печаток, ничего этого у вас не будет. И 10 лет назад в Одноклассниках поиск так и работал, потому что сеть, это был как раз взрывной рост, сайт только-только там начал, скажем так, развиваться, и у него оставалось это решение. И, несмотря на то, что поиск был только по пользователям, и 16 баз, время поиска в параллель по 16 базам, где-то 10-15 секунд запрос у вас. И так каждая страница. User Experience, вы себе представляете. Это неизбежная проблема любого резкого роста, когда у вас сайт, ну, сайт бешено развивается, и это еще далеко до нынешних времен, когда если вы по какой-то причине его захостили на каком-то клауд-решении, вы можете быстро там что-то сделать. Тогда это было невозможно. И тогда, в общем-то, начала создаваться поисковая система, которая сегодня выглядит примерно так. То есть у нас более 5000 поисков в секунду, более 20 вертикалей, то есть это там пользователи, группы, сообщения и много чего еще. Время ответа 50-150 миллисекунд, то есть это, в принципе, мгновенно. Во многие точки у вас задержка сети будет сравнимая. Если учитывать поиск по чатам, это больше 60 терабайт она индексирует. И 50 других сервисов, то есть очень интегрированных портал. И мы были, возможно, первые, кто сделал учет социального графа. То есть когда вы ищете у нас, во многих местах мы сначала вам покажем ваших друзей, контент от ваших друзей, что-то, с чем ваши друзья взаимодействуют. И, в принципе, вся лекция, она будет построена именно с точки зрения вот такой системы. Потому что если вы потом пойдете посмотреть видеоматериалы, там, слайды Яндекса, Гугл, да, они вам расскажут другую историю, они вам расскажут больше с точки зрения веб-поиска с их проблемами. Если вы пойдете, например, посмотрите лекции с Люсин Революшн, ну, такой достаточно хорошая очень конференция, то вы увидите более, ну, с точки зрения меньших сайтов. Хорошо. Что имеется в виду два уровня социального? Ну, если я ищу Иван, да, то мне в первую очередь выдаст моих друзей по имени Иван, да, Иван, Ваня и так далее. А потом друзей и друзей. И так с еще несколькими видами контента. То есть, в принципе, во многих ситуациях, на самом деле, очень помогает быстрее найти с меньшего запроса. В принципе, поисковая система – это часть Information Retrieval дисциплины, которая, если очень просто, то описывает системы, позволяющие находить информацию тем или иным взаимодействием. То есть, когда вам, например, в ленте новостей подается информация, это не Information Retrieval, это там дата майнинг, рекомендационный и так далее. Retrieval – вы непосредственно взаимодействуете с системой. И поисковая разработка, поисковая система, все, что с ними связано, оно строится вокруг индексирования, то есть процесс сбора и подготовки данных, и их превращение в тот формат, по которому потом можно действительно эффективно искать, быстро, применяя разные улучшения запроса и так далее. То есть то, про что мы будем сегодня говорить. Индексация и, в принципе, поиск, то есть то, что мы… любые обсуждения строятся вокруг понятия «документ». он… документ может иметь, который мы индексируем, есть поля, которые содержат в документе, то есть, например, текст числа, даты, геоинформация, еще что-то плюс, как правило, документ еще имеет метаинформацию, когда он был создан, кем создан, и, там, например, фотографии часто имеют геометку, да, именно как метаинформацию. В принципе, эти вот понятия содержимой метаинформации, они очень-очень, ну, не могут меняться местами. Как пример, к Quick Brown Fox, да, то есть у нас есть текст, у нас есть там дата первого упоминания, есть автор и есть, как бы, отметки о применении. Это будет наш экзамен, пример, к которому мы еще много раз вернемся. Чтобы из вот этой информации получить то, что можно заиндексировать, нам необходимо это поделить на какие-то элементы, по которым будет поисковая система работать. То есть, не, ну как, все же просто по пробелам побили, и все получилось. Как правило, то есть, есть, конечно, куча случаев, когда это работает, но есть множество исключений. Ну, во-первых, есть всякие, там, китайские, японские, где, в принципе, пробелов нет, и там про это нужно угадывать. У нас, например, пробел может быть разделителем, а может не быть. То же самое, там, в каких-то случаях у нас точка, там, запятая, другие являются разделителями, в каких-то нет. Еще веселее, когда у нас поиски чатов, например, хэш, то есть, ну, хэштеги, если он встречается, перед ним есть пробел, то мы начинаем считать, что дальше у нас идут хэштег или хэштеги. Но если он где-то в середине, то мы так не считаем. То же самое с имейлами. Это все, эти все вопросы решает токенизация, то есть, в зависимости от поиска, она настраивается очень по-разному, и иногда бывает действительно сложно, особенно если вам нужно обеспечить высокую пропускную способность этой штуки. То есть, дальше увидите, что это иногда бывает реально критично. Да, ну, еще она может срезать теги и, в частности, собрать информацию о том, какой язык, на каком языке текст, что потом помогает улучшить качество поиска. Ну, вот наш пример с нашим документом, то есть, у нас порезалось по-простому текст. Допустим, первое упоминание мы перегнали вот в такой формат, потому что он нам, там, условно, удобней. Автора мы побили, видите, у нас пробелы выжили некоторые, а применение мы вообще превратили в хэштеги. Нормальная ситуация при токенизации. Документ, который потом пойдет в индексационную машину, он, как правило, у вас будет, в зависимости от того, в какой системе мы говорим, будет содержать из, ну, состоять из индексируемых значений, то есть, вот, например, там, текст явно будет индексируемым значений так, и хранимых полей, которые нужны нам потом. Ну, у нас, так как мы используем люсин, у нас всегда есть, как минимум, айдишка в хранимом поле. Часто еще какая-то метаинформация, которую мы потом используем. Вот пример наш, то есть, и он здесь, обратите внимание, показан с так называемыми позициями. То есть, например, для Z у нас указано, что она находится в нулевой и в шестой позиции. Остальные, как видите, они всего одну позицию занимают. А, допустим, автор мы индексировали без этого, потому что, как бы, там это, ну, не актуально. И есть пример хранимого поля. По хранимому искать нельзя. Да, по хранимому, правильно, важное замещение, да, по хранимому не можем искать, мы можем по нему фильтровать, например. Ну, часто это используется. То есть, вот, когда вот уже нарезаются, кстати, конкретные теги и так далее, уже на этом уровне уже произведен стейминг, то есть, отрезаны все эти окончания, и так далее. Да, то есть, стейминг, ну, вопрос про то, когда происходят всевозможные улучшения, да, то есть, это часто происходит на, это может быть вложено в процесс вот этой тегенизации. То есть, если мы хотим, например, ну, здесь, а, ну, например, то есть, jumps, он может превратиться в jump, да, а может превратиться еще вообще не связанное какое-то, ну, на первый взгляд, слово. Например, мы можем, если у нас английские слова превращать в русский, или наоборот, просто ради того, чтобы обеспечить кросслингвал поиск, да, ну, один из простых способов, почему, как бы, это удобно, вы потом увидите. Самый простой вид индекса – это все, так называемый, forward-индекс, когда мы результат этой тегенизации просто складываем вот у нас в список, в котором вот у нас, типа, для документа один, у нас есть вот такие токены, там же хранимые поля и так далее. В чем проблема этого подхода? Он очень легко кодируется, но чтобы что-то найти, вам придется отсмотреть все. Плюс у вас, если вы хотите хоть какую-то статистику по словарю, она используется очень-очень много где потом, то есть именно статистика, собранная с индекса, вам нужно делать что-то, что будет ее собирать и поддерживать. Поэтому такой режим используется редко. Обычно используется inverted index. Здесь показан… А, здесь это с hash dictionary. Да, извиняюсь, немножко запутался. Есть вариант организации так называемой hash dictionary, когда мы нужный термин можем найти по его хэшу. Ну, то есть, в принципе, стринговый хэш вполне может работать, если там не слишком много коллизий. Но чаще вы встретите так называемый inverted prefix dictionary, когда этот словарь терминов представляет из себя многоуровневый скиплист или что-то на него похоже, то есть, или какое-то дерево, когда у вас все термины получаются упорядоченными. Плюс вот в такой упаковке он еще и значительно может снижать сам объем словаря. Давайте распутаю, потому что я вижу, что не совсем понятно. Смотрите, если нам нужно найти, например, все документы слова Quake, то мы сначала пойдем по верхнему уровню листа, дойдем до Q, посмотрим, что дальше у нас T, свалимся, например, сразу в Quake. Мы получили, соответственно, мы дошли до этого слова. Если мы потом хотим отитерироваться, посмотреть все слова, которые идут после, это часто тоже используется для того, чтобы собрать статистику или еще что-то, мы можем идти дальше по этому уровню. Или мы можем подняться на уровень и перескочить на следующий нужный термин. Ну, это, в принципе, то, на чем построен Люсин, остальные, насколько я знаю, многие тоже используют эту структуру. Понятно или еще немножко рассказать? Еще немножко. Хорошо. Ты хочешь порисовать, можно? Нет, я попробую без рисования. За счет чего, ну, наверное, почему это компактнее, почему это эффективнее? Потому что при нормальном распределении слов в словаре, да, у вас будет множество слов, там, 6-7 символов. У них префиксная часть, то есть их там будет с одним и тем же, там, не знаю, куэ, да, префиксом, их будут десятки. Соответственно, так упаковав, вы можете, ну, сэкономить очень-очень много вайт, потому что вы дошли до этого префикса, дальше вы эти все слова получаете плюсуя суффикс. Не очень я понимаю, почему у нас от ли идет к за, ну, вы сказали, чтобы понимать, какие слова идут дальше. Потому что у нас, то есть quake, quick, quickly, да, здесь, наверное, получая, да, здесь, да, вот здесь стрелочки не хватает, вот в чем дело, quickly, а дальше у нас идет слово the, да, то есть нам надо сбросить весь префикс, поэтому мы поднимаемся, ну, вероятнее всего, автореализация, на которую вы будете смотреть, вы подниметесь на уровень t, и потом спуститесь на z, построите. То есть, когда у нас заканчивается слово сборного префикса, тогда мы идем на следующую, ну, на следующую... Тем или иным образом вы... Префикс следующего слова. Да, то есть у вас тем или иным образом реализуется то, что, окей, эти префиксы закончились, значит, мы там откидываем сколько-то букв, и у нас начинается построение дальше. То есть, по сути, здесь правы сохранятся, да? По сути, ну, здесь хранятся токены, то есть, которые мы нарезали... Просто мы для каждого токена храним только его отличие от предыдущего. Ты правильно понимаешь, что это просто способ компактного хранения сортированного списка? Да, да, ну, это, в принципе, дерево, да, то есть это можно назвать дерево, просто оно... Ну, граф. Ну, это префиксное дерево, там, на основе скип-листа, то, что у тебя многоуровнево, потому что, чтобы можно было быстро перемещаться, у тебя есть эти уровни, и, допустим, там, плюсин, это даже настраивается. То есть, в принципе, если у вас какой-то большой очень индекс, вы можете его чувствовать, есть смысл понастраивать, возможно, есть шанс получить значительную разницу в производительности. А списки документов, которые содержат вот эти термы, они отдельно идут? Они отдельно идут, да. Мы сейчас говорим чисто про термы. А дальше вот у нас, получается, есть токен, то есть вот эта штука, она может быть закодирована так, может быть закодирована сплошным списком, это вопрос реализации. И здесь вот уже видно frequency, да, то есть мы видим, сколько раз это конкретное слово встречается в индексе и в каких документах это встречается. Таким образом, то есть если мы тем или иным образом находим нужные, например, Fox, где он был, Jumps, а, не, ладно, QuickFox, да, мы можем быстро вычислить, что оно встречается в 1.2. А если мы хотим TheFox, то как бы The встречается в трех местах, но Fox нам подрежет, уберет третий документ, то есть мы покажем, что в третьем документе, третий документ не подходит для нашего запроса. А, да, и аналогично у вас может быть, помните, да, токен positions, они могут тоже кодироваться, могут не кодироваться в зависимости от того, что вы индексировали с ними или без них. Эти позиции часто используются для того, чтобы потом выбрать, какой документ лучше или вообще даже отфильтровать документ в какой-то ситуации. Мы можем считать, что если слова в документе, ну, встречаются, там, не знаю, больше, чем между ними расстояние, больше десяти, ну, один из вариантов, да, то мы такой документ бракуем, потому что, наверное, эти слова как бы оба есть, но они не связаны между собой и не интересны нам. Какую, может быть, я могу, кстати, вернуть, какую проблему такая структура создает, когда мы хотим что-то поменять или добавить? Вот мы, например, захотели поменять в третьем... Да, то есть у нас получается, нам, например, на этом слайде чуть лучше будет видно, если мы хотим убрать Z из третьего документа, мы как бы, ну, если мы, конечно, уверены, что это только Z, мы можем попробовать поменять вот это место, но так классический апдейт базы данных, когда мы взяли, поменяли значение какой-то строки, он не работает. Да. Ну, насколько я знаю, есть такая тема, то, что удаляют, не знаю, как сказать, ненужные слова, ну, и слова, по которым не проводится поиск, то есть такие, как в английском buy, тот же самый... Это будет, да. Это будет, да. Можно провести беззайфа, можно внимание... Да, видно, что человек уже как-то сталкивался, как-то интересовался. Один из вариантов, когда у вас индекс небольшой или по какой-то другой причине его можно быстро перестроить, вы можете действительно его полностью перелить. У нас такое делается в каких-то случаях, но, например, полностью перестроить индекс людей – это двое суток. То есть надо как-то решать проблему иначе. И есть, в принципе, кейсы, когда эта неделя может занимать. То есть мы хотим видеть обновления гораздо чаще. То есть у нас обновления для большинства индексов это меньше минуты занимает, пока вы сделали действие, и пока по нему можно найти. То, что роднит inverted index с NoSQL многими базами данных, то, что когда у нас есть что-то новое, мы можем это писать в новый сегмент, который по структуре повторяет все остальные. И потом просто на чтении индекса через абстракции это скрывается. То есть если мы захотим добавить какой-то документ, мы просто создаем рядом еще один индекс, он пока маленький. И когда мы ищем, мы автоматически совмещаем постинг-листы, то есть мы, соответственно, у нас корректируется term frequency, у нас корректирует количество документов с каким-то термином, у нас корректируется, в каких документах термин находится, и это так работает. Если это было обновление, мы, соответственно, как и в NoSQL, ставим отметочку об удалении. То есть мы находим, мы сканируем старую версию, скажем так, индекса, находим этот документ, например, потому что мы заиндексировали ID, и ставим напротив этого документа отметку «Все, удален». Так как могилки, ты уже давал им такой термин? Могилки не должны накапливаться, плюс если у вас будет много мелких сегментов, это все неэффективно, реализуется логика слопа, которая потихоньку-потихоньку объединяет маленькие сегменты, объединяет или просто даже переписывает, вычищая могилки и большие сегменты. Все как в NoSQL. В принципе. Как это решает проблему того, что если мы хотим вставить, допустим, в документ слово, мы его добавляем в себе сегмент. А если индексирование это все равно поменяет, должно поменяться? Да, то есть как в итоге реализуется добавление какого-то слова, это по сути, за очень редкими исключениями, реализуется всегда тем, что мы воссоздаем документ для индексации, прогоняем его через все токенизации, через все-все-все, записываем новый документ, а старый документ отмечаем удаленным. Это самый эффективный способ. Я знаю, что там LinkedIn, еще кто-то в каких-то хитрых ситуациях они заморачивались, действительно меняли, учились менять структуру индекса, но это очень-очень сложно и не знаю зачем. Потому что это действительно... То есть у нас, допустим, есть возможность для расследования странного поведения, назовем это так, взять и на конкретном сервере восстановить документ. То есть через GMX подключаюсь, даю параметры, и система полным сканом индекса восстанавливает документ. То есть, в принципе, если там были позиции, например, то ты получаешь достаточно читабельный исходный документ и можешь понять, как бы, почему работает так или иначе. Но, соответственно, как бы той же логикой потенциально можно поменять, но это очень сложно. Плюс, допустим, Люсин по умолчанию, как бы, они считают, что если ты записал сегмент, ты его больше не меняешь. Это значительно-значительно упрощает реализацию, работу с версионированием индексов и так далее. В принципе, в NoSQL плюс-минус у вас, по-моему, то же самое. То есть файл записан, все, он не меняется. Он может быть только совмещен с каким-то другим, и результат превращается в новый, больший там сегмент, а старый, соответственно, уходит. Вот. Сейчас с обновлением все ясно? Поехали дальше. Сейчас, если вам потребуется сделать полнотекстовый поиск на каком-то сайте, не знаю, интернет-магазине, если у вас он основан на Postgres, там, MySQL, Mongo и многих других базах, вы можете просто взять их движок, то есть те реализации, которые они предлагают, и сделать полнотекстовый поиск со всеми там часто исправлениями и другими вещами, которые мы будем еще обсуждать. Но это не всегда подходит, потому что, во-первых, тогда у вас нагрузка от поиска будет ложиться на ту базу данных, в которой у вас данные. Пока вы маленькие, это действительно классное решение, потому что нагрузки у вас нету, и у вас ничего не... Ну, как бы, у вас меньше системы, меньше головной боли, вы можете заниматься продуктом. Но если продукт растет, и вы, например, уже начинаете партиционировать базу данных, набрасывать на нее еще сверху поиск, ну, это плохая идея, потому что вы сильно усложняете систему, хотя можете просто его убрать в отдельную специализированную машину, которая будет лучше справляться, которую можно отдельно скалировать, и еще важно, что если кто-нибудь нехороший придет, он не сможет вас поисковыми запросами завалить в основную базу данных. Да, если вы делаете поиск на основе, как встроенный в базу данных, то как с любым индексом, что у нас происходит? Написано. Да, вы усложняете внесение обновлений, то есть обновление будет происходить медленнее. Ну, где-то я, когда готовил презентацию, я считал, что, типа, а вы когда особенно много обновлений, вы удалите индекс, сделаете обновление, а потом создаете его заново. Ну, типа, ну, в общем, это сопротивление с этой трудностью. Еще один момент, это у нас во многих случаях документ, когда мы его готовим для индексации, мы собираем данные со многих баз. То есть у нас не один источник, а несколько. Соответственно, можно говорить про значительную денормализацию, денормализацию данных, а база данных у нас, какие обычные, особенно SQL. Они более-менее нормализованные, да, то есть это еще одна проблема, почему встроенный может не подходить. Хотя можно всегда сделать какую-то таблицу, которая триггерами будет обновляться, но тогда мы возвращаемся к вопросу, когда вы упретесь в нагрузку. Дальше, раз мы обговорили, как хранится, как оно... Так, как оно хранится, давайте думать, как из того, что мы сохранили, что-то получить. Делается через запросы. То есть запрос, понятие очень широкое. Это может быть на специальном языке, это может быть что-то, что мы потом пропустим через даже нейронную сеть, которая нам разгадает, что же хотел пользователь. Это могут быть еще всевозможные фильтры, которые мог выбрать пользователь. Это все формирует запрос, который потом пойдет исполняться на индекс. Как правило, все это строится вокруг логики, которая вам хорошо знакома по теории множества. Объединить, вычесть, пересечь. Ну и вот пример с нашим лисенком. То есть мы хотим, чтобы были слова Куик и Фокс, и когда это упоминалось не в 85-м году. Вот. И тут мы доходим до стемминга и всего остального. Как правило, пользователь, если это не какой-то исследователь, то есть человек, который профессионально занимается поиском, он хочет иметь право на ошибку, хочет, не всегда знает, что он ищет, и так далее. Все это решается с помощью техник исправления ошибок, про которые мы будем говорить, словари синонимов, то есть там не знаю, крутая тачка, мы можем подсмотреть, ага, давай поищем еще хорошие машины, там, не знаю, прокаченные машины и так далее. сюда же примерно идет распознавание концепции, но это уже как более высокая вещь, да, как, потому что приведенные мои примеры можно закодировать очень просто через хешмап, ну, да, то есть распознавание концепции это что-то более сложное, часто, опять же, на AI основанное, поддержка вопросов то же самое, пользователи часто задают вопросы, и именно как вопрос в такой ситуации если поисковая система, мы считаем, что поисковая система должна уметь адекватно на это реагировать, нам надо описывать логику, которая будет какие-то кейсы распознавать. Я думаю, с этим все сталкивались, что там, Яндекс, Гугл, они могут проигнорировать там вопросительные слова, что-то упростить, хоп, выдать то, что вы действительно искали, несмотря на то, что вы вроде как общались как с человеком. Важный момент это возможность управления выдачей, то есть всевозможные, но особенно в интернет-магазинах, то есть все там сортировки, фильтра, опять же, удобные, фасетирование, так называемые, то есть когда вам в фильтре показывается, вот если вы сейчас кликнете сюда, то у вас останется там столько-то результатов. И представление результатов очень сложная тема на самом деле, потому что важно, чтобы пользователь понимал, почему вы выдали ему этот результат. Мы много с этим сталкивались, скажем так, много раз наступали на эти грабли, что если мы не показываем поле, по которому мы нашли, то очень быстро приходит команда пользователей, которая говорит, что вы нам тут находите, оно вообще нерелевантное, потому что они задают тот вопрос, по которому с точки зрения нашей логики все результаты в том картинке-снипете, который мы показываем, не имеет ничего общего с результатом. Поэтому, в принципе, сейчас мы практически везде придерживаемся жесткого правила, что если мы не показываем в результатах какого-то поля, мы по нему не ищем. Это усложняет разработку, поддержание, но зато мы не получаем вот эти вот волны, а что такое, что у вас все сломалось, что ли? да, и тут мы подходим к тому, что формализовать релевантность, то есть степень, соответственно, найденного документа или набора документов информационным нужным пользователям, то есть в отличие, опять же, от SQL-баз данных, где там обычно сортировка, она пойдет по имени, по еще чему-то, поисковые системы используют более сложную логику оценки, что показать и в каком порядке. И как раз вот про порядок это ранжирование, да, то есть все, эти вещи чтобы выбрать какой-то из вариантов той же релевантности, то есть как работает поисковая система, как мы ранжировали, нужна какая-то метрика. в принципе, эти метрики сводятся к Precision and Recall метрикам, то есть к тому проценту документов, которые соответствуют запросу, проценту документов, которые мы нашли, из которых вообще соответствуют, и ложных результатов. Вот здесь есть картиночка с Википедией. Значит, что у нас есть? вот это у нас получается срез релевантных результатов. Вот у нас в выборку попали вот эти точки, да, а вот эти точки мы не нашли, то есть по какой-то причине мы не смогли их вытащить. Зато из-за, например, неточности в языке, потому что банки это как бы финансовые у нас учреждения и огурцы хранить. Мы нашли еще вот эти ложные совпадения. Чтобы я не набрал. Сейчас. А, да. Да, хороший вопрос. Я почти что забыл про это. Да, вот я вот я, наверное, понял вопрос. Да, я, наверное, понял, о чем вопрос. Да, смотрите, у нас хорошо это или плохо, мы ориентируемся, скажем так, на свое восприятие, на жалобы пользователей и таким образом подгоняем, ну, создаем тот поиск, который мы хотим видеть. Если брать серьезный подход, который гарантированно там используется, либо в интернет-магазинах, когда от точности, от качества поиска действительно очень сильно зависят деньги, или мы говорим про веб-поиск, когда это в принципе, то есть ты либо как бы хорошо это делаешь, либо ты выпадаешь из бизнеса, то там применяются асессоры, так называемые, то есть люди, которые сидят и говорят, вот здесь они могут, ну, в принципе, два вида разметки, они могут, вот есть запрос, есть там, не знаю, тысяча документов, они говорят, этот соответствует, соответствует, этот не соответствует, то есть они таким образом размечают. Вторая работа, которую делают асессоры, это им даются варианты выдачи, и они говорят, какая лучше. Они используют, это потом все скармливается в машинное обучение, то есть на самом деле то, что делают асессоры, мы немножко ломаем презентацию, ладно, просто подняли вопрос, то есть то, что делают асессоры сейчас, оно неминуемо идет в машинное обучение, которое, во-первых, само может как бы там что-то уже дополнительные кейсы, дополнительные ранжирования вычислить, плюс все, кто покрупнее, либо для кого, опять же, это большая часть бизнеса, экспериментирует с ранжированием на основе машинного обучения, и, соответственно, те выдачи, которые сетка генерирует, они потом либо сравниваются с тем, что уже отработали асессоры, либо отдаются асессорам, чтобы те дали фидбэк на получившееся. Задача непростая, да, потому что я знаю, например, в Mail.ru, как это там реализовывалось, но где-то года три-четыре назад, судя по той информации, которую я встречал, люди действительно научились получать алгоритмы ранжирования, которые превосходят то, что может выдать экспертная группа, потому что до того, как это все взлетело, обычно была экспертная группа, которая разрабатывает на основе фидбэка от пользователей вербального, невербального, разрабатывала, корректировала модели. Вот. Я ответил? Хорошо. Здесь вот слева диагонали от огурцы, да, справа банка, и стали мы огурцы. То есть вот зеленая слева диагонали то, что мы показали, будет ли на огурцах больше. Так. То есть мы нашли только не все документы. Ну да, то есть я сейчас извиняюсь, я запутался немножко, но смысл в том, что да, то есть у нас, если у нас сколько-нибудь неточный поиск, то у нас неизбежно возникает ситуация, когда мы находим не все, что должны, и при этом находим что-то, что не должны находить. и если нахождение вещей, если мы что-то недонашли, это за редким исключением не так страшно, когда мы нашли лишнее, потому что пользователи иногда очень болезненно на это реагируют, особенно если вот это лишнее оказалось на первых строчках. Вот. А забороть такие кейсы иногда очень сложно как раз как пример банки, потому что не знаю, закрыть банки, блин, это про финансы или про то, как маринованное там, я не знаю, варенье сохранить, да, совершенно разные вещи. Вот. А, ну вот мы подходим как раз к приколам, вот по Хонда, что вы ожидаете увидеть на первых местах? Футболисты есть? Блин, вот футболисты не знал, честное слово. Вот. Ну, то, что я вот придумал, да, это автосалон, мотосалон, как бы, ну, потому что у меня Хонда ассоциируется с машинами, с мотоциклами на самом деле, да, вот, ну, еще знаю там про то, что они еще много чем занимаются, и, в принципе, если у вас в индексе все это есть, оно все найдется, вам придется как-то выбирать вообще, а что, на какое место ставить. Идеи, что мы можем использовать? дополнительно, чтобы входит, если ему надо найти что-то, дать другую какую-то информацию, что-то еще вводит. Он вводит Хонда, а ему хочется узнать про футболисты, и он вводит в него. Да, окей, этот будет ответ, еще варианты? Еще вариантов нет? Ладно. Ну, допустим, особенно как мы социальная сеть, мы очень много знаем о пользователе, и по возможности мы стараемся этим пользоваться, когда это, опять же, экономически оправданно, потому что придумать способов улучшить, есть масса, но часто мы сталкиваемся, что получить оперативно нужную информацию достаточно дорого. Часто выдача может варьироваться от времени года, времени дня. Ладно, не буду сейчас быстро придумывать примеры. Местоположение пользователя, то есть многие запросы сильно зависят от региона. И текущих событий. То есть текущие события, такая интересная вещь, мы к ней вернемся, потому что, ну ладно, не буду наболевшую тему приводить пример, но тот же вот футбол, да, то есть вот футбол в обычное время в каждой стране скорее всего вы захотите увидеть какие-то матчи либо про вашего любимого футболиста. Но если идет чемпионат по футболу, вы скорее всего захотите, вам плевать, что происходит дома, вам интересно, что происходит на чемпионате. Соответственно, во всех странах должна поменяться выдача. Вот. А если мы знаем, что вы не интересуетесь футболом, то скорее всего лучше вам выдать информацию, когда же это закончится. Вот. И, да, к примеру, а ввести еще много где сейчас можно встретить саджесты, то есть когда вот мы не знаем, что вам показать, и мы говорим, слушай, а может это вот автосалон, может быть это клуб, строятся эти штуки, в принципе там есть два источника, которые обычно плюс-минус совместно используются. Одно это, что у нас есть в текстах, второе, это что ищут пользователи. Да, в зависимости, опять же, от того, что ищут пользователи, оно будет там выше или ниже. Единственная засада, которая здесь бывает, почему у нас, в частности, в Одноклассниках особо это не используется, это цензоринг. Вот. Мы не всегда хотим показывать все эти запросы, которые ищут пользователи. А почему мы создали страницу в Одноклассниках, когда начали этот курс, и мы еще никакой информации не давали, а уже во всех возможных друзьях были друзья из ВКонтакте. Как это используются в ВКонтакте? Ну, это немножко не моя сфера, но я отвечу так, что и ВКонтакте, и Одноклассники это часть одной большой компании, поэтому, да, мы обмениваемся в разумных пределах информации и ноу-хау. Вот. И, наверное, это нормально, потому что, в принципе, например, вот на поприще пресечения там спамерской активности, другой нежелательный. Мы работаем и с Яндексом, и с другими крупными сервисами, потому что это единственный способ оперативно останавливать, например, всякие вирусы, сайты, которые приводят к воровству аккаунтов и остальное. Ну, то есть это, в принципе, во многом именно такое сотрудничество. А к факторам можно такие скаунки с отложениями? Да. Просто я вот заметил то, что, допустим, если вводим поиски в клубе, например, Халк, выдается там супергерой. Да. А если, например, мы в Питере вводим Халк, выдается футболист. Ну, вот, вот, видно, как бы, ну, один из способов, как это реализует, то есть, да, я повторю вопрос, почему, скажем так, если где-то в мире искать Халк, то выведется фото этого зеленого супергероя, а в Питере почему-то выводится футболист. наиболее вероятно, что Гугл просто видит, что выводя два, ну, и то, и другое, чаще кликают на футболиста, и поэтому именно для Питера, там, не знаю, для, там, может быть, для всей России, они поняли, что футболиста надо ставить выше, потому что он популярнее, чем Халк. Почему он так хорош? А, все? Мир-то не спасал. Поехали дальше. Формула ранжирования. Если вы как-то будете касаться этой тематики, вероятно, вы столкнетесь, сразу видите вот БМ-25 и еще БМ-11. Я не буду, там очень много формул, я попробую объяснить смысл. Это формула, которую очень часто берут с основу ранжирования поиска в больших текстах. И идея основана на том, что чем чаще встречается какой-то термин вообще, тем он менее значим. Но при этом чем чаще он встречается в документе, за исключением вот этих стоп-слов, которые уже упоминали, всякие и так далее, тем как бы больше он описывает документ. И вокруг вот как раз этих соотношений по частоте может быть в каких-то версиях там учитывается еще расстояние между слов и основана эта формула. В принципе в среднем на тексте если вы от нее толкнетесь, вы получите хорошие результаты. АИ-ранкинг мы уже обсуждали, фидбэк-ранкинг вот только что мы проговорили его с футболистом, с Халком, то, что для ранжирования по многим часто эффективно использовать фидбэк. В принципе про то, что вот этот фидбэк и другие вещи к аранжированию часто есть смысл кластеризовать по полу, возрасту, по региону. Тоже упоминалось. И есть еще интересная вещь, соревнования по ранжированию. То есть есть корпус документов большой, есть корпус запросов немаленький и для них всех есть там ассесмент, то есть что, как, ну, как они относительно друг друга должны по какому запросу находиться. И люди реально там соревнуются, кто придумает лучший алгоритм. Я даже один раз общался с человеком, который в каком-то большом издательстве возглавляет группу, в принципе единственной задачей которой является как раз соревнование вот в таких контестах. Потому что они считаются, что они набивают опыт и позволяют, соответственно, когда команда, которая делает продуктовый, ну, продуктовый поиск может к ним прийти и с любым советом они, имея большой опыт, имея полное знание о всех современных наработках и идеях, могут подсказать. вот. Дальше. Исправление ошибок. Стемминг, когда мы убираем окончание упоминался, но есть еще куча других техник, есть тонкий момент, когда применять эти исправления. мы можем их применить на документе, что даст нам сразу выигрыш, у нас меньше словарь. То есть, если мы все будем исправлять, будем отбрасывать окончание, наш словарь будет меньше, соответственно, скорее всего, находить мы будем быстрее и больше. Что? Может, мы не найдем. Менее точно будем находить. Менее точно будем находить. будем находить больше, но не точно. Да, сейчас. А, все. Если пользователь вбил слово с опечаткой, например, нарочно, такое бывает, то может получиться некрасивая ситуация, что он не сможет таким образом найти себя. это из недостатков в запросе. В запросе это обычно гибче, потому что мы можем добавить и термин, который ввел пользователь, и всевозможные исправления, которые мы придумали. Синонимы тоже часто отрабатывают, ставятся в запросе, потому что это все очень гибко. мы можем поменять, чтобы поменять, например, добавить или убавить синонимы, нам не нужно пересоздавать индекс. Мы делаем это на лету. Разумеется, мы за это платим тем, что исполнение становится гораздо-гораздо медленнее. Ну, потому что, в принципе, чем, если мы увеличили запрос в 10 раз, добавляя синонимы исправления, скорее всего, работать он будет в 10 раз медленнее, потому что нам нужно будет пересечь в 10 раз больше терминов. Вот. И еще одна засада с исправлениями, которую приходится все время держать в голове, это есть множество фамилий, которые отличаются на одну букву, есть множество названий, которые похожи на стандартное, очень частотное слово. И я регулярно разбираю жалобы, вот мне там что-то не находят или находят сильно не на первом месте, когда мы действительно редкое название считаем опечаткой и за это как бы оно получает пенальти и скатывается вниз. Вот. И бороться с этим, к сожалению, очень сложно, потому что, ну, это опять же опыт одноклассников, да, где у нас и документы, это пользовательский контент, и запросы пользовательский контент. Если вам повезет и вы действительно делаете поиск интернет-магазина, вы можете рассчитывать на то, что в документах все правильно, да, то есть у вас как бы качественный контент и некачественные запросы, у вас сильно развязываются руки, потому что, то есть тот дикшенери, который вы получаете, та статистика, которая есть, она, ну, практически не содержит опечаток, ну, опечаток, или вы опять же можете смотреть аномалии и их вылавливать, исправлять, да, то есть у нас такого, мы себе такое позволить не можем, мы ищем, все время балансируем как вот, вот это уже опечатка или это еще не опечатка, к сожалению. Виды исправления, ну, у нас ради простоты мы, как правило, используем исправление отдельных слов, и так как у нас поиски, в принципе, все начинались, росли от поиска названий, и у нас очень много поисков названий, мы очень, мы сильно завязаны на фонетические ключи, да, да, про них будет дальше. Будет? Да. Вторая вещь, это дистанция, ну, дистанция редактирования, он же Левенштейн, это мы правим отдельные слова. Есть более крутая штука исправления с учетом контекста, когда, опять же, особенно мы, когда говорим про исправление документа, который мы индексируем, мы знаем, на каком он языке, что, кстати, мы никогда не можем с уверенностью сказать в одноклассниках. Мы знаем его контекст, да, если достаточно длинный текст, мы можем точно определить, какое исправление лучше. В принципе, запрос, опять же, если у нас есть какие-то, ну, признаки, часто можно, используя эту информацию, выбрать наиболее качественное, наиболее правильное исправление. Вот, фонетическое исправление. Я думаю, все мы грешим тем, что пишем, особенно названия и имена, как мы слышим, так и пишем. Что с этим можно сделать? Кто? Кто-то знает? Идеи? Ну, в гугле, по-моему, они автоматически правильные. Ну, допустим, делал что-то и неправильно написано слово в гугле с нам. Вот это справляется? Да, но это немножко другой вид исправления. Это когда, скажем так, он это делает, когда он видит, что-то совсем неправильное. А есть ситуации, когда, ну, например, Олеся, Олеся, да, то мне жена, она пишет себя, она официально О, но она предпочитает писать А. Соответственно, если вы так вот, ну, не знаете этих нюансов, не знаете, как она себя указала в конкретной системе, вы не можете исправить этот запрос. Окей. Может быть, сразу может быть с фонетической формы, ну, то есть пишет, как слышит. Да. Трудно представить слово, а вот это слово легче представить. Все слова наоборот. Да, то есть это вот то, чем мы очень сильно пользуемся, это мы подобрали правила, по которым мы то, что ввели пользователи, мы превращаем в фонетические ключи, то есть в то, как это слышится. Читать их не всегда легко, потому что нам приходится учитывать очень много правил, но таким образом мы решаем проблему как раз поиска, что начиналось это все с саундекс, вы это обязательно если начнете искать там в Википедии или где-то вы увидите, есть еще куча другой логики, но одним из важных правил является аккуратно с первым символом. Он часто определяющий вообще, очень сильно определяет первый там один-два символа, очень сильно определяет как звучит слово, и вот Олесе, Олесе, они как раз кстати очень неудобны в этом смысле. Плюс в токенизации я упоминал, что классно, когда мы можем определить язык исходный и тематику, потому что разные языки звучат по-разному. То есть когда у вас есть информация, вы можете генерировать эти фонетические ключи гораздо качественнее. В принципе все мы промахиваемся по клавиатуре, особенно если быстро писать, то есть перепутать буквы очень легко и в принципе часть вот как раз слышу, пишу, ну пишу как слышу, тоже через эту штуку решается. Это Edit Distance или Эвенштейн Distance. Опять же сильно упрощенно, если мы видим, что слово какое-то странное, то есть не из словаря или это низкочастотное очень слово по нашим данным, мы можем посмотреть, нельзя ли поменяв какую-то там букву, это я сейчас про анализ соседних клавиш, не могло ли так получиться, что человек просто промахнулся, там N, M, O, P, да, то есть промахнуться очень легко, когда быстро печатаешь и не заметить это слать, там сохранить. Дистанция Эйнштейна чуть более сложная штука, она пробует исправить его рассчитав так называемое исправление, то есть мы пробуем например поменять какие буквы местами, мы пробуем какую-то букву удалить или какую-то добавить. Это более сложная штука, но для нее есть алгоритмы, которые позволяют при наличии словаря очень-очень быстро выдать возможные перестановки. Поэтому если вам нужен spelling correction, скорее всего у вас будет Ливенштейн или что-то очень-очень похожее в системе. Так, не понял. И что? Завис? Или я что-то сделал? Нет, я сейчас. О! Третий, четвертый, неожидан. Вид исправлений это когда мы исходные слова ну в данном варианте именно исходные слова нарезаем на н-граммы там биграммы, триграммы и составляем inverted index как раз для этих биграмм, триграмм. Таким образом мы получаем возможность нарезать опять же неправильное слово на аналогичные биграммы, найти все слова в которых каждый из биграмм случается, найти их пересечения, например, ну то есть может быть неполное пересечение, например, у нас три биграммы, мы хотим все слова в которых есть две биграммы. мы таким образом можем найти, ну вот здесь у нас как бы M дает, ну если она первая идет, дает Mace Maiden, если дальше у нас Mo, оно дает among and martesize, и on дает among and round. в каких-то случаях эти инграммы могут, то есть здесь показан вариант, когда мы генерируем четко вот, то есть первые две буквы, потом третья, четвертая и так далее, иногда они генерируются с нахлестом, то есть в таком ситуации у нас было бы доллар M M А, или здесь вариант он и есть такой, все, да, то есть может быть с нахлестом, может быть без, зависит от алгоритма. В некоторых случаях, опять же, такой индекс мы будем похоже обсуждать дальше, генерируется в том числе подобное решение, когда мы берем пары слов, из них делаем такие как бы пары, можем их слить и тоже нарезать для исправления склейки, совмещения, разделения слов. Ну да, это как раз вот из этой серии, то есть человек запросто мог набрать вот так вот, потеряв несколько пробелов. Стандартная проблема, то есть или потерянные пробелы, или есть лишние. В такой ситуации нам не обойтись без словаря, то есть я не знаю, как бы можно было сделать иначе. Можно полагаться на индекс, если вы в нем достаточно уверены, но в другой ситуации вы можете взять какой-то словарь откуда-то скачанный и тогда, перебрав варианты их, где находится, в принципе, склеив вместе и перебрав все варианты разбиения, вы можете найти тот кейс, когда вы получите максимальный фреквенси для всех слов. И таким образом это решается, ну, не знаю, у нас, мы сейчас будем как раз пытаться такую штуку сделать из себя. Добрались. К слайду там ссылочка, кстати, как раз на алгоритм, который мы пробуем, так что если кому-то интересно, можете поиграться. Да, ой, все правильно. Кто знает, откуда эта строчка? Обращали внимание? Да. Мы нашли 230 миллиардов документов за 0,6 секунд. Большинство людей как бы не смотрят дальше первой страницы реально, да, то есть реально ранжировать и все эти документы глупо. Как же, вот, что же происходит? Как они получают вот это вот все? там блоги документы на одно и то же место не смотрят? Ну, нет, это педжранка разруливает. Плюс-минус это будет сделано так, что каким-то образом мы выделим, скажем так, качественные результаты, качественные документы, да, а вот эти 230 миллиардов, кстати, заметь, там все в ноликах, ну, раз такое может быть, это просто расчетная цифра, то есть сколько такого может быть, таких результатов. У нас есть похожая логика, потому что у нас тоже там, не знаю, Аня, у нас находится там не знаю, 100-200 тысяч пользователей и их всех ранжировать нет смысла. У нас есть логика, которая просто определяет, кого мы в такой ситуации хотим показать и вытягивает именно этих пользователей наверх. поиск людей в соцсетях тоже на этом построили. То есть, допустим, мы ввозим имя и нам выводятся те кодисли, в которых наибольшее количество общих людей. Вы можете считать качественными, да? Да, то есть у нас это сделано как раз через вот этот социальный граф, да, но у тебя, например, может не быть людей с каким-то именем. Тогда дальше вступает в игру вот как раз подобная логика, которая использует информацию о тебе, информацию о том, что вот каких-то, ну, какие-то пользователи, скажем так, привлекают внимание, у них красивая аватарка, да, там еще что-то. Мы стараемся из этих пользователей составить вот этот верх выдачи. А то сколько таких результатов мы делаем просто расчет. Есть формула примерно, которая аппроксимирует сколько таких под твой заплату, потому что если ты вводишь там имя и все, то все очень просто. Мы берем терм frequency, он с, можно даже там не заморачиваться на вычитывание оттуда удалений, потому что frequency не учитывает фактор удаленности и все. Но если ты задал имя и Санкт-Петербург, там все становится несколько сложнее. Но есть там формула с коэффициентами, которая дает достаточно точную аппроксимацию. Просто подобрана. И это единственное решение, потому что отсканировать, отранжировать и так далее 100 тысяч документов это займет во-первых секунды, как ты не старайся во-вторых потребует кучу памяти со всеми последующими эффектами. То есть еще одна печалька это то, что обычно эти запросы очень любят спамеры, которые могут прийти большой толпой и начать реально мочить систему вот этими запросами. Поэтому на них приходится заморачиваться, приходится придумывать решение, как нивелировать действия. Потому что отказаться от них мы не можем, мы не можем ничего не выдать, мы должны что-то выдать, мы стараемся придумать способ. Кэш, мерчин, инстант серч. Как бы ведь если есть проблемы с производительностью, надо просто добавить кэш, правильно? Кэш в принципе решает же любые проблемы, да? К сожалению, в поиске можно было нарисовать красивую картинку, но у вас есть, конечно, там, не знаю, топ тысяча запросов, которые встречаются регулярно и кэш-хит, по которым действительно имеет смысл, а дальше идет вот туда, за горизонт, хвост запросов, которые не повторятся в ближайший месяц некоторые. Вот, поэтому с одной стороны кэширование применяется, да, очень-очень много, но вы не можете все решить. Главная, опять же, проблема, мы все хотим видеть новые результаты, мы хотим, особенно, если что-то горячее происходит, они как-то должны попадать, прежде чем, вот мы закэшировали, там, ну, месяц же держим, ну, окей, можно день держать закэшированные результаты, но, значит, мы день не получаем обновления, это плохо. Еще кэширование очень дерется с персонализацией, потому что, если мы говорим по персонализации, даже если мы говорим о том, что персонализация по полу и возрасту, то результаты кэширования, значит, мы умножаем минимум на 10. Вот. Ладно. Запутался, извиняюсь. Да, а, значит, значит, как, как это решается? У нас есть, соответственно, появляется понятие глобального индекса и результатов, которые он выдает, и есть, там, когда-то это называется real-time индекс, когда-то это может называться recent индекс, то есть индекс маленький, вот, он покрывает документы примерно вот в окно кэширования, и который, в который мы идем при каждом запросе, и таким образом информацию из него пополняем результаты, которые мы получили из кэша. Логика пополнения может быть разной в зависимости от ваших задач, от того, как вы строите формулы релевантности и так далее. То же самое с персонализацией, допустим, у нас мы просто в большинстве случаев считаем, что результаты вот персонализированные, они идут из так называемых персональных индексов, и они просто ставятся первыми. И дальше, если выдача короткая, то есть, например, выдача тысячи результатов, нам приходится заморачиваться, смотреть, что этот пользователь, например, не вернется еще раз вам. Маленькая это манипуляция под полой, но без нее никуда. Да, и опять же говоря про кэширование, допустим, у нас используются три уровня кэширования, мы кэшируем на результаты на глобальных индексах, потому что это эффективно. Ладно, не буду вас забивать. Есть... Ну да, ладно, раз затрагиваем, значит, у нас есть машины, которые занимаются глобальными индексами, глобальным поиском, и у нас есть кэш там, плюс у нас есть так называемые поисковые фасады, то есть машины, которые обеспечивают персонализацию многих других вещей. И если это имеет смысл по статистике, то мы можем закэшировать результат выдачи еще там. Плюс, соответственно, персональные эти индексы, персональные всякие кэши. Если мы не смогли решить проблему скорости кэширования, а очень часто мы не можем им все решить, нам надо как-то прибегать к другим способам, и обычно это разделение. Индексы на части по какому-то признаку. Самое банальное это, разумеется, что вы используете у себя в базе данных, или у вас нет пластинга? Пока нет, ладно. Самое банальное это, конечно, по айдишке документа. Это самое простое, потому что вы знаете, ага, это айдишка, не знаю, деление на два, остаток отделения на два, это идет сюда, это сюда. Все просто. Опять же, в один индекс идет меньше. Если вы можете где-то до машины индексации разделить эти потоки, вы, соответственно, разделяете нагрузку. То есть там это ускорение индексации, запросы тоже становятся быстрее, потому что логики ранжирования надо обойти меньше документов, да, то есть у нас на одной машине мы одну половину, например, смотрим на вторую, вторую, мы потом делаем MapReduce. Все знают это слово, ну, словосочетание. Нет? Где свой брод? MapReduce это когда у нас есть два списка, которые мы, ну, то есть когда результат выполнения нельзя получить с одной машины, мы можем его разделить, да, и, соответственно, получить фрагменты результатов. И потом по какой-то логике мы берем их, объединяем в итоговый список. Это может быть в самом простом, опять же, случае это айдишки, а в случае поиска это обычно ранг, который рассчитали машины. Да, но та подстава, которая возникает, если мы дробим индексы, это то, что у нас сбиваются частотности терминов. то есть и вплоть до того, что у вас если не предпринять меры, может получаться, что на одной машине, на одной половине индекса запрос получит одни исправления, да, а на второй половине индекса другие, и ранжирование вообще даст другие результаты, и, соответственно, любой мерч после, ну, после, он будет неправильным. Ясно? Или детализировать? Смотрите, если мы вот используем, помните, я говорил BM25, то есть ту формулу ранжирования, которая опирается на то, что чем чаще этот термин в индексе, да, в индексе, тем он менее важен, чем чаще в документе, тем более важен. Если у нас в одном индексе, например, какой, вот, the является термином номер один, а во втором термином номер тысяча в топе по термфреквенси, то явно результаты, которые будет рассчитывать эта формула для документа, будут очень-очень сильно отличаться. Логично? И, соответственно, если мы результат этой формулы, которая просто число, потом по нему попробуем совместить документы, то есть, как бы, у кого выше число, тот как бы выше стоит, мы явно получим какой-то перекос в ту сторону, где у нас, например, вообще был всего один документ с этим термином. Он явно победит. То, как мы это решаем, у нас просто в таких ситуациях для расчета выбора терминов используется словарь, который мы строим со всех индексов. То есть, если у нас есть, например, домен пользователей, то мы со всех индексов строим полный словарь, где у нас, соответственно, сумма частот от всех индексов, и по нему уже строим запросы, рассчитываем ранжирование. Это такая ловушка очень неприятная на самом деле, потому что вы ее, тестируя, можете не заметить. Ее можно долго не замечать, мы сами на это наступали. Дальше, раз мы разбиваем, давайте поговорим про варианты размещения индекса. Есть ситуации, у нас это тоже используется, когда индекс строится внутри конкретного сервиса, локальненько, то есть, мы там, например, раз в 15 минут идем в базу, получаем все записи, хоп-хоп, залили индекс, он локально в памяти есть, работает очень быстро, никаких дополнительных сервисов, все очень просто, но это работает, когда у вас тысяча записей, если у вас миллиард записей, уже явно вам не светит. Мы используем мастер-слейв, репликацию, то есть, репликацию, мастер-слейв, схему, ее вы знаете, да, то есть, это надежно, это прозрачно, потому что, соответственно, когда мастер сделал новую версию индекса, там, в логах подписывается, эта версия загружена на такой слейв, на такой слейв, соответственно, можно и в некоторых ситуациях там было, мы отслеживали, когда документ попал на слейв, то есть, когда он начал отдаваться, если возникают вопросы, опять же, зная, какая версия индекса сейчас там, на какой машине можно свести, ну, разобраться в ситуации, но репликация, допустим, у нас сейчас реально узкое место, то есть, отреплицировать в некоторых случаях все изменения занимает гораздо дольше, чем мы хотели бы, то есть, мы как бы индекс коммитим вроде часто, а пока оно доедет, особенно, если малейший сбой, еще что-то, проходит много времени. Есть способ это решить, неплохой распределенное индексирование, то есть, когда каждая машина сама себя строит индекс, в каких-то ситуациях это вполне себе решение, особенно, если вас не волнует консистентность, потому что, опять же, пока все хорошо работает, вы можете, у вас, скорее всего, все, ну, подготовленные документы, они доедут до машин, будут заиндексированы, все классно. Малейший сбой на сети с конкретной машиной, догонка вот этой разницы, в случае, если, ну, в случае Кассандр, например, это еще как-то работает, в случае с инвертед индексами, я знаю, что это делают, но я не уверен, что оно всегда работает корректно. И, опять же, мы тогда приходим к дилемме, что, если у нас странная выдача, мы подозреваем, что у нас что-то не сходится по документам, нам надо проверять все машины, с которых этот запрос может прийти, что достаточно сложно. Поэтому, пока мы можем, мы, допустим, живем на мастер-слейв. Вот. Классная проблема, которую все время приходится держать в уме, делая поисковую систему, это то, что, если в одном индексе у нас все классно работает, когда в нем сто пятьсот документов, это совершенно не значит, что другой индекс будет хоть как-то работать, если там даже будет половина этих документов. Ну, здесь как? То есть, если вы индексируете, ну, это реально жалобы людей с одной конференции, как бы, вот, блин, они все там твиты индексируют и хвастаются у кого быстрее. А у нас документы по триста страниц медицинские. И как бы вот те решения, которые они рассказывают, они просто не работают, когда у тебя триста там страниц медицинского жесткого текста. Вот. и соответственно, если вы делаете поисковую систему, вам надо очень аккуратно подходить к тест-сету, на котором вы будете выбирать, как вы распределяете, как вы вообще планируете индекс, что вы в него пишете, потому что это очень-очень если вы, ну, сделали что-то одно, не факт, что следующий индекс, он вам подойдет все те же самые, скажем, установки. Но если все правильно, то вы можете рассчитывать на значит, документы обычно, незначительно, то есть, как бы, если вы удваиваете количество документов, ваш индекс обычно вырастет на 50%, да, но при этом время поиска и обновлений у вас удвоится, потому что как поиск, так и обновление, именно если мы говорим про апдейты, когда надо найти старую версию документа, то им придется делать в два раза больше работ. Скаллинг, проблема Y, количество терминов. Это, опять же, вот к медицинским документам, например, классно относится, что там может быть очень большой разброс по терминам, по, не знаю, там, именам и так далее, и в сравнении с теми же твитами. Хотя, ну, в твитах, окей, можно попасть на хэштеги, на разброс хэштегов. Но, что надо иметь в виду, если у вас словарь очень узкий, то, если словарь маленький, да, то размер индекса от количества документов меняется гораздо медленнее, вот, при этом любое добавление, например, синонима в запросе, оно часто добавляет огромное количество документов, которые надо оценить, и, соответственно, добавлять, ну, любые улучшения запроса расширением вариантов нужно производить еще неаккуратно. The огромные термины. Все, ну, вы должны знать уже, думаю, что в SQL базах данных есть хороших базах данных. Давайте так, кроме индексов на основе деревьев есть еще какие индексы как бы в противоположную? Есть бинарный индекс? Правильно? Вадим, бинарный индекс, правильно? Я бы происходил на поставленном проявлении. Окей. Да, то есть для тех ситуаций, когда у нас, мы знаем, что для колонки есть всего лишь несколько значений, ну, то есть классика это мужчина-женщина, там, или для кредитных карточек, mail, мф-бизнес, а? Да, вот, битмоп-индекс. Если у вас такое встречается в индексе, то вам тоже придется озаботиться, потому что термин, который включает все документы, он очень плохо влияет на все, на все, на что может. И, соответственно, либо the попадает в список стоп-лист, то есть те термины, которые не попадают на индексацию, да, то есть он либо не попадает на индексацию, либо мы применяем одну из других двух стратегий, помните энграммы, да, то есть мы можем the индексировать вместе с соседним словом, плюс часто индекс позволяет нам заиндексировать и пар, вот эту пару the quick и оригинальный quick, чтобы потом это хорошо находилось. Это часто спасает ситуацию. И другой кейс, это когда мы просто используем этот термин для разделения индекса на части, и таким образом мы вообще его исключаем, у нас его нет, то есть если у нас есть по нему фильтр, то мы если у нас есть по нему фильтр, то мы соответственно не идем в те индексы, где его точно нет. Да, это наш, мой любимый точнее пример, у нас пользователи людей побиты на 4 индекса, вот по такому принципу. да, у нас я мог, я торопился, подожди, отпечатка, да? Ладно, да, не важно, все поняли. Ладно, поехали. Поделены по такому способу, потому что есть огромное, то есть очень частый фильтр это мужчина или женщина, и второе, если человек начинает уточнять город, то мы можем быстро отсечь большой процент документов, да, сэкономив вычислительные мощности, я когда-то там давно считал, это экономит там порядка 40 процентов ЦПУ, что при наличии там более десятка машин на этой задачи уже в общем-то меньше машин, легче репликации, ну и так далее. В общем, в определенных ситуациях может дать действительно хорошее преимущество. Правда, у нас, например, был один раз инцидент недоступность женщин России. Я промахнулся в конфигурации, и у нас 15 минут нельзя было найти, как бы, этих индексов не существовало на машинах, где они должны быть. Все зато проснулись сразу. Следующая прикольная проблема это range queries, как фильтровать по когда нам нужно захватить очень-очень много значений. Мы же для документов не хотим сканировать все документы, правильно? Нам надо как-то отфильтровать. При этом, если мы попробуем в запрос поставить тысячу или десять тысяч терминов, в принципе, наверное, тогда лучше просто все отсканировать. Как это ускоряется? Ну да, фильтр по хранимому полю, но это не всегда спасает, не всегда достаточно. Такой ситуации прибегается, скажем так, потому что мы генерируем суррогатные термины плюс фильтр по хранимому полю. То есть, например, если вы в одноклассниках будете искать конкретный интервал возрастов, мы рассчитаем, какие суррогатные вот эти термины наиболее эффективно охватывают документы, потому что там есть еще, на самом деле, я не нарисовал, есть еще промежуточные 1.9.8.0, 1.9.8.5, там специальные, да, то есть мы запросто можем четырьмя терминами охватить 20, ну, пользователей за 20 лет возраста. Сборкой таких терминов плюс потом уже их дефильтрации по хранимому полю решается как раз достаточно эффективно выбор, быстрая выборка по range, и на этом уже в принципе основывается спател поиски, то есть поиски по геолокации. Вот мы хотим, мы знаем, где пользователь, мы хотим, он ввел мишка вот в поиске мест. Как можно быстро найти релевантные, потенциально релевантные для него ответы еще и то есть с учетом, чтобы они были близко. Делается это так, мы берем координатную сетку и разбиваем ее на куски. Опять же, у нас есть эти суррогатные индексы, то есть когда чтобы эффективно захватить большую площадь, у нас есть квадраты больше, они побиты на подквадраты. Когда есть конкретный запрос с конкретным кругом, который мы хотим захватить, опять же, с помощью формул достаточно простых мы рассчитываем, что вот этот круг, я показал кусок круга, он захватывает АС, АД, а вот АБ в него уже не попадает. Таким образом мы отсекаем все документы, которые нам не нужны и дальше вопрос, мы в каких-то случаях заморачиваемся и точно высчитываем, что у нас результаты идут только из круга, в каких-то ситуациях мы решаем, что это не принципиально и просто выдаем все из тех квадратов, которые были эффективно охвачены. дубликаты. Кому нравится, когда мы там ввели, не знаю даже, ввели запрос, у нас один за другим идут просто перепечатки одного и того же текста, одной и той же фотографии просто от разных авторов. Ну, никому это не нравится. Соответственно, мы тоже в некоторых поисках с этим боремся, но дубликаты есть с дубликатами есть несколько нюансов, которые приходится учитывать. Если мы говорим особенно про дедубликацию медиа, то часто разные там одна и та же фотография, один и тот же видеоматериал может иметь разное описание. И мы с одной стороны не хотим находить по всем описаниям, с другой стороны мы не хотим, чтобы они повторялись. Есть два способа, если не ошибаюсь, они у нас сейчас оба в работе. В одном случае мы просто для конкретного видео индексируем все названия и потом уже на подготовке результатов выбираем правильное. В другом случае мы имеем некий контент-айди или другой признак, по которому мы на сборке результатов начинаем убирать дубликаты. Какой вариант по производительности предпочтительней? индексации? Смотри, где производить его? Смотри, где производить его? Ну, обычно индексация в поисковых системах редко индексация является батлнеком. Обычно всех волнует быстрый поиск, поэтому то есть нам интереснее, чтобы именно поиск занимал меньше вычислительных ресурсов и с этой точки зрения устранение на индексации конечно предпочтительнее, потому что у нас меньше документов, ну да, у нас меньше документов, у нас меньше индексы и главное у нас гораздо проще логика, потому что если этот индекс раздроблен на партиции, то как правило нам приходится если мы устраняем дубликаты на сборе делать это два раза, потому что первый раз мы это делаем в рамках одной шарды, второй раз мы это делаем, когда мы сливаем шарды вместе. Кое-где, когда очень везет, получается сделать так, что мы партиционируем по контент-айди, но если вы идете этим путем, вы должны как-то гарантировать, что у документов не меняется контент-айди, потому что иначе обновления пойдут в разный индекс, и у вас на какое-то время нарушится консистентность и появятся дубликаты. Отдельная проблема грабля, с которой тоже сталкивались интересная, это то, что человек часто, если он постил, есть категория людей даже, которые постят, сразу бегут искать, и очень-очень нервничают, если сразу не могут найти. Да-да-да-да, не надо так удивлять, есть категория людей, они очень переживают, что нельзя найти, приходят с жалобами, приходится отвечать, что подождите пару минут, скорее всего все появится. И дедубликация часто портит жизнь этим людям, потому что они обычно заливают не новый контент, а уже который имеет больше классов, давно залит, то есть по всем правилам, которые должен оказаться выше. Мне кажется, сейчас этого нету, но мы пытались заморочиться и действительно определить, где-то у нас такая задача всплывала, определить, что человек владеет видиком и выдать ему именно этот видик, например. По-моему, это видео было. Такая дурная задача, но в какой-то ситуации она становится актуальной. как раз то, про что вы говорили, то, что сначала социальный график. Да, просто для видео у нас этого нету и опять же видео может быть там в группе, ну, очень-очень много условий, скажем так, бывает. Вот мы добрались до персонализации. В принципе, мы уже обсуждали часть, это местоположение, но это используют, наверное, практически уже сейчас все, потому что хотя бы по IP примерно понять, откуда вы можно и, соответственно, скорректировать результаты с интересами сложнее, и то, если верить инсайдам сейчас уже по тому, где вы ходите, можно купить все ваши интересы и предугадать интересы, которые появятся, друзья, прошлые запросы. Ну, у нас как бы это все есть, мы по мере возможности это используем. Давайте подумаем, какие варианты у нас есть, мы хотим первым поставить друзей. Мы сходили в граф, получили список ваших друзей, получили еще список друзей, друзей, как нам теперь их поставить на первое место. Сначала делалось поиск по их контенту. Давайте по людям, давайте поиск людей, мы делаем поиск людей, мы хотим не знаю, Аня, получить первыми ваших ваших друзей, потом ВВЗ и уже только потом всех остальных людей. Один из вариантов это подать хинт глобальной индексы, то есть вот эти айдишки должны быть выше. Что говорит статистика? Если в нашем случае, то все ваши друзья это одна трехтысячная индекса. То есть даже если мы найдем этого человека, этот человек попадет в выборку, не факт, что мы будем для него делать полную оценку, потому что в нашем случае у нас айдишки недоступны. В момент ранжирования мы обычно не знаем айдишки. То есть чтобы выполнить такой хинт нам надо доставать айди, проверять. В общем, это идет очень сильное замедление. Плюс часто для тех же людей мы, например, их можно искать по связям. То есть если у вас проставлена связь на маму, на сестру, вы можете их найти в поиске по названию этой связи, по коллегам, например, коллега и соответственно отфильтровать уже гораздо точнее. То есть глобальный индекс вы это не подадите. Плюс в какой-то ситуации вы можете захотеть для своих друзей, для ВВЗ изменять вообще принцип ранжирования, по которому они выстраиваются между собой. Я не знаю, например, друзей выстроить по тому, с кем вы последним общались или заходили в гости, а не по какой-то другой статистике и точность совпадения. У нас на хентах сделано несколько поисков именно людей. Это всегда медленно, но там просто нет другого выбора. К сожалению. Ну, окей, я приведу пример, у нас есть поиск, например, в сообществах в школе или поиск в группе. Сделать, поместить эту информацию, например, для каждого человека в индекс добавить все айдишки для всех групп и сообществ, в которых он состоит. Ну, давайте, там у нас, 300 миллионов пользователей, каждый состоит в среднем в 10 группах. Вот мы это все добавляем в индекс, как я, по-моему, считал, там запросто добавляется гигабайт, если учитывать накладные расходы. Плюс, так как это уже идет сильная денормализация, возникает проблема того, как мы будем поддерживать. Это консистентно. То есть, каждое вступление, выход из группы, это новое обновление со всеми вытекающими. Это достаточно тяжело. Поэтому сейчас у нас это работает на хентах, благо этих запросов мало. То есть, то, что он занимает, работает не быстро, то, что он много требует процессорного времени, нас не сильно волнует. Зато мы получаем простое, эффективное решение. Большая часть вот этой персонализации, то есть, друзья, группы, ВВЗ, она сделана у нас на микроиндексах. Когда мы, как только возникает необходимость, берем и быстренько создаем индекс ваших друзей, учитывая, как я говорил, там, социальные связи, мы как-то, я сейчас не помню, как мы там учитываем как раз время контакта и другие вещи. А, допустим, в ВВЗ мы учитываем вероятность того, что вы захотите подружиться, потому что у нас такая статистика есть. это все создаются микроиндексы, в котором идут тоже запросы, параллельно с глобальными, потом мы это все объединяем. Еще они позволяют, например, когда вы ищите, у нас есть там поиск только по друзьям, поиск, он там в нескольких местах встречается, он вообще происходит тогда вот только по этому микроиндексу, не нагружая глобальные. Я тоже как-то считал, там разница по нагрузке очень-очень большая, но это нам стоит, во-первых, нагрузку на базу, потому что когда вы там приходите, нам надо быстренько достать, у нас там среднее надо 800 друзей сейчас, то есть 800 человек из баз, благо, так как информация о пользователях очень-очень востребована, это все ложится на кэши и быстренько заиндексировать. То есть в каких-то ситуациях такое решение может не подойти и оно у нас тоже есть. там, сколько, три года уже назад решили, что пора сделать поиск по содержимому чатов и возникает там сразу несколько проблем. Во-первых, в тот момент это было там что-то в районе 30 терабайт, часто больше 60 терабайт информации. То есть если мы это делаем сколько-нибудь классическим образом, мы потенциально добавляем минимум столько же, ну, половину от этих хранилищ. Плюс мы получаем еще, ну, либо мы можем это сделать внутри существующих хранилищ, можем поставить отдельные хранилища, все равно это значительное увеличение парка машин, парка дисков, усложнение обновлений, и мы рискнули, пошли другим путем. Мы собрали статистику, и из нее следовало, что только 3% чатов мы не можем очень взять и быстренько получить себе в память. В остальных случаях, то есть примерно 97%, они очень-очень легко поднимаются с дисков, не создавая особой проблемы для машин, то есть там в них все равно рассказывали заложен, скажем так, возможность вылета одного дата-центра, другие передряги, то есть мы просто используем резервную мощность. На случай, если у нас действительно мы уже будем расходовать эту резервную мощность, которая востребована, у нас всегда есть чем подкрутить, чтобы временно потеряв качество поиска чатов решить проблему. Остальное время мы используем резервные мощности, и тут получается гибридное решение, то есть те чаты, которые у вас маленькие, которые можно быстро получить, мы их делаем на лету, кстати, в параллель, но мы используем третпул для этого, и у нас подобрана гранулярность, скажем так, этих разделения задач получить чаты, а те, которые большие, ну, то есть, это какие-то интенсивные переписки, длинные переписки, мы их сохраняем вот в базу данных по типу той, которую вы пишете. Соответственно, когда приходит запрос на общий поиск по всем перепискам или по конкретной этой переписке, мы не качаем ее полностью, мы идем, получаем из нового SQL-а тот индекс, который был, мы знаем, когда он был, какое в нем было последнее обновление, и база умеет нам отдать всю разницу. Таким образом, он моментом догоняется, и мы обеспечиваем в итоге поиск по 60 сейчас терабайтам, при том, что формально за три года мы, единственное, что мы сделали, это на тех хранилищах, вот на SQL-хранилищах, которые используют поиск для своих нужд, поменяли SSD-диски, 6 SSD-дисков, но на большие, дорогие. Все, но мы обеспечиваем индексацию по большому объему, то есть в какой-то ситуации вдруг вам пригодится. Вот, почти конец, по-моему, хорошо укладываемся, да? Основные имплементации, то есть то, с чего вы, скорее всего, начнете, если у вас появится такая задача. Postgres, MySQL, Mongo, то есть те базы данных, которые сейчас чаще всего, наверное, можно встретить в относительно новых проектах, у них у всех есть поддержка полнотекстового поиска, поэтому, если вас не касаются те ограничения, о которых я говорил, вы можете смело пользоваться и с этого и с этого начинать. Точно Postgres поддерживает плагины, соответственно, если того, что там есть, вам недостаточно, вы можете это расширить, из остальной базы я не скажу. И дальше идут специализированные решения. На самом деле, по статье, которую я использовал, сейчас есть более 20 отдельных именно поисковых серверов, но все равно доминирует что? У нас доминирует Solar и Elasticsearch, которые основаны на Lucene, то есть на библиотеке, которая лежит в основе нашей поисковой системы, и российский Sphinx, который как бы, то есть это у нас Java, это у нас C. Вот. Отдельно стоят, разумеется, глобальные поисковики. Здесь у нас есть Google и Яндекс, которые Ладно, если что, я вернусь. Есть Google и Яндекс, и есть поисковик, про который мало кто знает. Кстати, вот DuckDuckGo кому-нибудь что-нибудь это говорит. Ох ты, блин, эрудированные. А то, что, по крайней мере, большая его часть выложена в GitHub, и, соответственно, можно посмотреть, как они это делают. Поднять свой. Я не знаю, как шансы, но действительно это поисковик, и вроде он даже неплохо работает, в исходнике которого можно заглянуть. А если в Породка, то как же вы его так получаете выдавать те результаты, которые Google и Яндекс и Яндекс? Я не буду врать, я скажу, что я не знаю. Я просто знаю, что то, что он есть, то, что действительно у него есть своя аудитория, да, то есть, наверное, отчасти это параноики, которые не хотят, чтобы за ними следили, которые верят, что если они будут пользоваться им, то их не отследят через Chrome. Да, ну, вот, часть, может быть, им действительно нравятся результаты, насколько я помню, они на самом деле дают, или, по крайней мере, позволяют получить детальную расшифровку, что тоже при каких-то исследованиях, при, ну, реально, при исследованиях может быть очень полезным и интересным. Да. Дальше, дальше что? А, ну, сравнение Lucene, ну, Solar, Elastic и против Sphinx как поисковых серверов. Да, ну, то есть, Elastic, Solar, это у нас Java, соответственно, если вы захотите что-то расширить, что-то поменять, это вообще не должно вызвать каких-то проблем, в том числе на продакшене, со Sphinx там C, соответственно, надо быть очень аккуратным и люди это делают, но не знаю, мне было бы страшно. Да, и, как видите, между ними есть значительные отличия, потому что Elastic, вот, например, не поддерживает Faceted Search, то есть, соответственно, плохой явно сразу выбор для интернет какого-то магазина, для другого сайта, где важно дать, скажем так, богатые фильтры, зато можно взять Sphinx, но вы не сможете взять Solar, если вам нужно очень-очень быстро обновлять результаты, вам придется тогда выбирать Elastic или Sphinx, кстати, по-моему, пропустил эту строчку, в некоторых ситуациях, то есть, так же, как в какой-то ситуации вы можете использовать полнотекстовый поиск, встроенный в базу данных, есть ситуации, когда у вас, по сути, все, что вы делаете, это поиск, и тогда Solar с Elastic позволяет вам использовать их как базы данных, в Solar даже есть транзакции, если я правильно помню, то есть, если у вас основное как бы это поиск, вы можете использовать только вот эту систему, тогда все, что нужно для документа, соответственно, хранится внутри него, и апдейт, там все манипуляции выглядят как найти документ, изменить, ну и применить изменения. Elastic, Solar, да, потому что они сильно популярнее, у них есть куча плагинов, визуализация, машин лернинг и клауды, вот, не знаю, насколько хорошие, но есть, зато, кстати, вот еще чем Elastic оказывает, я даже не знал, только вот вычитал, у него плохо со спейлингом и другими исправлениями, вот, ладно, скажу, еще с Elastic есть, он, они себя рекламируют как очень умный, автобалансирующийся и так далее, вот Вадим уже улыбается, автобалансирующийся сервис и так далее, наверное, на каких-то там объемах в гигабайты это работает, но, допустим, у нас вся эта автоматика, мы с ней много раз уже боролись, потому что если был сбой, кластер поднимается, смотрит, черт, мне тут дисбаланс, давай мы туда 40 гигабайт, оттуда 60 гигабайт, туда 70 гигабайт и в итоге этот кластер вполне так неплохо подсаживает на час-другой сеть запросто, при том, в последних версиях даже есть ключик, который это выключает, но ходят слухи, что он выключает, что он может не принять его к сведению, со всеми вытекающими, ну вот, соответственно, полезные ссылки, отправная точка классная Information Retrieval в Вике, от нее вы там можете много чего найти, если интересует вообще больше погрузиться в эту тему, то есть Stanford, у них есть, во-первых, вот это Information Retrieval Book опубликованный, плюс у них есть классный, очень качественный этот курс лекций на Coursera, и оно же, по-моему, выложено просто на YouTube просто отсмотреть, если хотите ознакомиться, очень рекомендую, и, конечно, можно, ну вот я нашел сейчас из того, что живое, это Research Яндекса и Google Блог, где можно читать про новости, как они, что меняют, Яндекс, кстати, вам может быть актуально, регулярно проводят всевозможные митапы, опять же, если вас тема заинтересовала, можете идти туда и, во-первых, послушать, и, конечно, все это с уклоном на построение веб-поиска, пообщаться, задать какие-то вопросы людям, которые это делают, потому что это интересная, большая, сложная задача, и я забыл сюда вставить, но я потом поправлю, если больше интересует узнать про так называемый Enterprise Search, то есть поиск для каких-то сайтов, поиск по внутренним системам, это Lucene Revolution, и сейчас они как-то переименовались и вылетело из головы, то есть это конференция по вокруг Lucene, про Solar, про Elastic, большую часть докладов выкладывается в YouTube, соответственно, можно найти, посмотреть, окунуться. Там, наверное, под половину идет маркетинг, но вам полезно будет научиться определять, когда вам совсем маркетинг рассказывают, а когда в маркетинге есть немалая доля правды, которую можно и бесплатно попользовать. Спасибо, вопросы или перерыв сначала, что мы делаем? Вадим? Нет вопросов, ладно? Спасибо, тогда за внимание и будут вопросы, свяжетесь или напрямую, или через Вадима. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok